Сегодня в Самарской области на дежурство выходит 89 волонтеров. Они посменно работают в колл-центрах, помогают жителям с доставкой продуктов и лекарств. Полторы сотни добровольцев трудятся в медицинских организациях региона, принимают звонки пациентов, заполняют первичную информацию, выполняют другие поручения. А в связи с переходом на самоизоляцию жителей старше 65 лет, свою работу возобновят и волонтеры акции «Мы вместе», которые развернули активную деятельность весной и помогали пожилым людям по всей стране. О возобновлении работы волонтерского штаба рассказали на Совете по развитию добровольчества в Самарской области. В нем приняли участие представители добровольческих волонтерских организаций всех муниципалитетов, однако в формате видеоконференцсвязи. Волонтерство в это непростное время приобретает особое значение. Это неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Гречазаров. Весной и в начале лета удалось сдержать распространение коронавируса в том числе благодаря добровольцам, которые помогали людям, находящимся на самоизоляции. На заседании руководителям общественных организаций, которые активно участвовали в волонтерской деятельности, вручили благодарственные письма президента и медали. Мы, конечно, в это движение привлекаем большое количество молодых ребят, которые через реальную работу, через практическую помощь людям, и если их мы еще поощрим, они видят, что они действительно влияют на завтрашний день, который действительно становится комфортным для жителей Самарской области. Наградили и добровольцев, которые участвовали в акции «Мы вместе». Среди них Юлия Фомченко, студентка медицинского колледжа имени Ляпиной. С первых дней пандемии девушка стала волонтером и принимала звонки от жителей, которые нуждались в помощи. Наша помощь очень важна, потому что люди, особенно старшего возраста, очень переживали за свое здоровье и боялись выходить действительно из дома, и мы были их помощниками. Напомним, четверо добровольцев из Самарской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России». Сейчас идет народное голосование. Поддержать самарцев можно на сайте добро.руда 13 ноября. Светлана Кудрявцева, События.